Власти были мотивы убирать Бориса Немцова? Да, я об этом много раз говорил. Конечно, были. Их масса. Один из самых видных оппозиционеров. Все мастрастки. И внутри своей команды, и для оппозиции. Там он был ключевая фигура, реально, он был коммуникатором. Он соединял несоединимые. Огромное количество лично враждующих между собой оппозиционеров коммуницировали через Бориса. Потому что он был достаточно компромиссным. С войском парень. Который со всеми находил какую-то интонацию общения. Сейчас этот гвозд с конструкцией вынули, он все посыпает. Очень умный, тонкий ход. Прямо этого вы совершенно правы. Он собирался идти в Думу. И он был, по сути, один из немногих, если не единственный. Которому не надо было для этого собирать подписи. А сбор подписей, это, как вы знаете, самый главный фильтр по отсевыванию оппозиции. Он мог стать депутатом Госдумы. Куда он дальше мог пойти с потенциалом Госдумы? Домогу известно. Тем более экономическая ситуация ухудшается. Огромное количество аргументов критиковать Кремль. С трибуны Госдумы это делать намного эффективнее можно. Если даже он с трибуны Ярославской Думы и тот, так сказать, развил такую бурную деятельность. Проможете представить, что он начнет с трибуны Госдумы. Дни исследования по коррупции, которые, если бы он объединился с Навальным в этом отношении, могли бы, так сказать, большой резонанс вообще с ним не. Поэтому, конечно, я вам назвал, по меньшей мере, пять причин, почему он был опасен для Кремля. Я бы добавил, может быть, то, что здесь, на Западе, он довольно эффективно выступал за санкции. Да, да. Будем откровенны. Он, так сказать, один, фактически, может быть, вместе с Каспаровым, может быть, нет, я просто не в курсе. Он, так сказать, продавил первые спецсанкции в виде списка Магнецкого, еще до Крыма. Разве этого недостаточно, чтобы воспринимать его как серьезного врага? Нет в этом никакой загадочности. Почему? Потому что у его оппонентов мозги куриные. Мозги куриные, идиоты они. Идиоты и животные, грязные. Они не воспринимают никаких других аргументов, понимаете? Потому что они считают, что это правильно, взять и убить. А чтоб не повадно было. Ух, сука, как ха. Он какой молодец, взял и убил. Если они так глупы, как вы говорите, почему же они все время выигрывают умных? А где они что выиграли? Они хоть и на дни выборы провели, чтобы, так сказать, равный доступ был хотя бы к СМИ, к агитации. Где они выигрывают? Они удерживают власть. Это другой разговор. Но выигрывают они или нет, это не факт. Они удерживают власть, потом, так сказать, тупого насилия. Они будут вечно у власти. Это вы сказали. Я сказал, а вы согласны или нет? Не знаю. Не знаю, но у Советского Союза была винтовка. А у народа ее не было. В Советский Союз все равно помню. Как это? Вам это внушает оптимизм? Нет. По меньшей мере заставляет задуматься, что, кажется, винтовка в некоторых случаях перестает стрелять. Когда цена на нефть падает? Когда солдат, который ее держит, он перестает получать деньги. А когда он перестает получать деньги, он начинает думать. А когда он начинает думать, то он смотрит, а что это я буду стрелять? С какой стоять? С нынешней властью это может случиться? Что у него не будет денег, чтобы платить силовикам и так далее? Конечно. 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 Стратегически Путин все равно проиграл. Потому что, сделав ставку на углеводороды, он вступил в соревнования с научно-техническим прогрессом. А те, кто соревнуется с прогрессом, всегда проигрывают. Еще никто его прогресса не выиграл в соревнованиях. Хватит ли его на наше поколение? Ну, может, и хватит. А может, и не хватит. Прогресс идет быстрыми темпами. Вы говорите, надолго ли протянется путинский режим? Я утверждаю, что до тех пор, пока у него есть нефтедоллар. Нефтедоллар – вещь конечная. Прогресс все равно, так сказать, уберет из энергобаланса такое количество углеводородов, которое сейчас в нем присутствует. Все равно есть альтернативная энергетика. Есть, наконец, управляемый термоядерный синтез, о котором говорится уже лет 50. Рано или поздно все это будет реализовано. Мы получим бесконечное количество энергии значительно дешевле. Я уверен в этом. Человечество над этим много работает. А когда человечество ставит перед собой какую-то задачу, он всегда и решает. Я вот вам, например, могу сказать, что, например, в энергобалансе Германии альтернативная энергетика занимает уже сейчас 20%. Вырабатывает электроэнергии на альтернативных источниках уже больше, чем на русском газе. И в перспективе 5 лет она вообще откажется от русского газа. Вот исторический масштаб. Это, кстати говоря, цифра, которая в общем-среднем по Европе говорит. Плюс-минус. То есть в течение 5-7 лет Европа уйдет от потребления российского газа. А альтернативных Европы потребителей русского газа нет. На Китай, надеются. Знаете, сколько Европы потребляет русского газа? Раз в 5 больше, чем Китай. Альтернативных Европы нет для русского газа. А сейчас открыли новое месторождение, так сказать, природного газа на Кипре, в Израиле, в Египте. Это огромное месторождение. И они все пойдут в Европу. Так что, повторится ситуация 1985 года? Ну, я думаю, что это будет растянутая ситуация. Сейчас, кстати говоря, пока мы с вами болтаем, за последнюю неделю нефть опять упала на 10%. И говорят, что к лету 40. Я не знаю, а плохой пункт у меня здесь. Вполне возможно. Потому что все нефтекромилища переполнены. Нефти производится по-прежнему больше, чем потребляется. И, кстати говоря, в Штатах, несмотря на то, что скважины закрываются, объем добычи растут. На старых месторождений. Ну, поэтому, не знаю. Владимиру Владимировичу нужно же перемодернизацию армии осуществить. Для того, чтобы поддерживать свой геополитический замах. Чтобы, так сказать, амбиции соответствовали амминиции. Или, наоборот, амминиции, амбиции. И если Запад, например, еще рассуждает, надо ли ему помогать Украине. И стоит ли Украина осложнение отношений с Россией и так далее и так далее. То модернизация российской армии. С учетом того, что Россия, так сказать, на днях вышла из договора о рыбочных вооружениях в Европе. Мне кажется, это явный сигнал, что это угроза Европе. И надо в целом. И поэтому они, я думаю, что хотя бы только из этих соображений будут пытаться, так сказать, осложнить экономическую ситуацию в России. Кому не нужна, так сказать, модернизированная армия в руках у политического волонтюриста. Если бы в России была, так сказать, сбалансированная демократия западная, то, ради бога, модернизируйте свою армию. Совершенно очевидно, что она будет направлена только на позитивную цель. В случае, так сказать, с Владимиром Владимировичем нельзя рассказать, что он здесь легитимный президент всех России. Как бы он не должен сопредставить себя таким образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...